Всем привет! Это Ольга Швиц. Добро пожаловать на мой канал. Я вкратце расскажу о своих покупках. Вот такой бальзам против выпадения волос я беру постоянно. Он работает. И даже если вы берете пару шампунь и бальзам, шампунь сам по себе не работает. Бальзам сам по себе работает. Даже если вы используете какой-то другой шампунь. Это очень важно. Учитесь этот момент. Ну и поехали дальше. Вот такое молочко для снятия макияжа я купила. Оно очень хорошее, жидкое. Лучше ли оно, чем розовое. С розочкой, которая, конечно, лучше. Оно более жидкое, оно лучше работает. И с его помощью круче снимается макияж. Поехали дальше. Кстати, я хочу в двух словах сказать, почему меня так долго не было. У меня было вообще неимоверное количество дел. И я об этом расскажу как-нибудь в отдельном видео. Скоро мы ждем психолога Юлю. Она будет рассказывать о всяких разных полезных вещах для вас. Вашего мозга, вашего устройства жизни. В общем, оставайтесь со мной. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Давайте дружить и общаться. Я Ольга Швец. Вот такой дезодорант. Он самый лучший на данный момент из того, что есть на рынке. Могу ли я его рекомендовать? Конечно, я им пользуюсь уже не первый год. Поэтому я вам его рекомендую настоятельно. И я советую вам обратить на него ваше внимание. Потому что он очень ненавязчивый аромат. Очень классно работает. Работает не очень, пожалуй, в такие очень-очень-очень жаркие дни. Тогда он работает так. Серединка наполовинку. А зимой, весной и осенью просто великолепно. Я пока ищу. Кстати, посоветуйте внизу. Кстати, посоветуйте внизу. Напишите, какие дезодоранты в летнее время для вас самые лучшие. Вот такая мицеллярка от Невея. С Невеей всё не так просто, как с Гарниер. Потому что у них там есть с красной полосочкой мицеллярка. Вот она работает не очень хорошо. Она, в частности, не жгла глаза. А это не жжёт. Поэтому я беру её и я рекомендую её тем попробовать, у кого были проблемы с мицелляркой, на которой красная полоса. Где-то вот здесь вот есть у неё. Вот, поэтому давайте обмениваться информацией. Мы для этого здесь собрались, собственно. Ну и напишите, какие мицеллярки для вас самые лучшие. Я пользую бюджетную косметику. И, может быть, в ближайшем будущем, либо чуть позже, я всё-таки хочу перейти на более качественный уход. Поэтому я буду рада вашему мнению о косметике, той или иной, вашим каким-то рекомендациям. Потому что очень многие блогеры покупают косметику по рекомендациям других блогеров, либо своих подписчиков. Вот такой автозагар. Он только такой существует на рынке. Я хожу в шортах, несмотря на то, что мне 49 лет. Поэтому ноги надо иногда подмазывать автозагаром. Ну и я пользую крема для ног, потому что лето – это тот самый период, когда это очень-очень важно. Да, непросто подбирать слова, которые уже не такой реченькой льются, как в предыдущих видео, потому что я растренировалась. Тут уже ничего не поделаешь. Поддержите меня своими пальчиками вверх или своими рекомендациями. Ну а мы поехали дальше. И дальше я буду рубить правду матку относительно одного косметического бренда. Вот такие карандашики для бровей. Вернее, это фломастеры. Бренд Artvisage. Вот такие фломастеры для бровей. Это бренд Artvisage. Я покажу вам наконечник. Вот название бренда. Вот такой наконечник. Это самый тёмный и посветлее. Видела у одного блогера, очень она хвалила. Я могу сказать, что нет. Это совершенно бестолковый, малопигментированный продукт. О том, чтобы его встряхнуть, как-то расписать или прочее. Нигде ничего никто не говорит. То есть его открываешь, и он должен работать. Он работает очень-очень плохо. Это слабопигментированный продукт. Он, конечно, не размазывается от прикосновения пальцев. Но это слабопигментированный продукт, который я не рекомендовала бы вам к приобретению. Не потому, что что-то там не так пошло с Artvisage, а потому, что это правда слабопигментированный продукт. Его нужно делать более насыщенным по цвету. Потому что, когда ты проходишься по брови самым тёмным и думаешь, ну сейчас попробую светлым, а какой же тогда самый светлый? То есть его практически не видно. Обыкновенные карандаши работают лучше. Мои любимчики. Это Abel. Гипоаллергеник или аллергеник. Старинная линейка, ей уже несколько лет. Средства прекрасные, работают отлично. Вот этот нахваливала Лиза ОНЕЙР. Сейчас я покажу вам его. Это вот такой фломастер, якобы. Но он с кисточкой. На кисточку поступает продукт. Вот. И в зоне под глазами он отлично работает. Продукта ни много, ни мало. Ну сколько-то там совсем очень мало грамм. Я напишу на... Вот здесь вы можете прочитать состав. И я рекомендую вам обратить внимание, потому что эти продукты работают отлично. Они в данном случае у меня возрастная кожа. Они прекрасно сливаются с кожей. Они хорошо держатся. И даже несмотря на летнюю жару, прекрасно работают. Вот. Отличная косметика на лето. Это скульптор. Это подводка Maybelline. Это моя любимая тушь от Maybelline. И это новинка гель с пигментом от Artvisage. Как-то раз я говорила, что у них состоит линейка из одного оттенка. Я не понимаю, почему до сих пор из одного. Вот как бы, видимо, они меня услышали. А может и не только меня, но еще и других. И как бы сделали линейку разноцветную. Гель. Ну вот я честно вам скажу. Он пятнит в моем случае. И я не могу поставить ему пятерку. Потому что он то есть, то нет. Ну, в общем, что-то пошло не так. Тот, который я намешивала себе сама. Я оставлю ссылочку под видео. Он работал лучше. Он был более равномерный. Этот же как бы нет. Эстрада в оттенке Европа. Ну, так было написано. Это на самом деле оттеночек 201 работает отлично. Он выдерживает наслаивание. И он действительно хорошего, такого таупового, настоящего, нужного вам цвета. Для того, чтобы создать скульптуру носа, щеки, скулы. Подчеркнуть овал лица. Скорректировать лоб. И даже можно его использовать как тени на верхнее веко. В складочку. То есть, это идеальный тауповый цвет. В упаковке он смотрится темнее, чем он есть на самом деле. Но структура достаточно... Текстура, вернее, сори. Достаточно однородная. Такая шелковистая и не такая темная, как в упаковке. Я рада этой покупке. Я рекомендую вам её. Вот такой... Он откручивается, он не снимается. Он вот такой тоненький. Работает отлично. Хватает его надолго. Стоит что-то там... Ну, в пределах 400-500 рублей. Вот такую же тушь я беру постоянно. Очень-очень давно. Как только она появилась. И я рекомендую её вам. Потому что она отлично работает в жару, в прохладу, зимой. И хватает её очень-очень надолго. Теперь, когда я вас познакомила со всеми своими покупочками, я с чистой совестью могу половину уже из пользуемых мною косметических продуктов перенести в пустые баночки. Ну и, конечно, рассказать вам как-нибудь о том, как я пользовалась, какие у меня впечатления. И, конечно, я буду очень рада вашему мнению, вашим отзывам. И вашим комментариям под видео. Ставьте колокольчик. Сейчас новые правила на Ютубе. Тогда вы будете получать уведомления о вышедших моих новых видео. Обещаю, я не буду прислать уведомления часто, раз в неделю максимум. Потому что, правда, очень-очень много дел. Впереди у меня разбор парфюмерии. Впереди у меня разбор журналов огромной экипы. Поэтому я буду рада. Оставайтесь со мной. Всем всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Давайте дружить и общаться. Я Ольга Швец. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.